В этом году подсолнухи мы заказали с Подмосковья, потому что голландские подсолнухи, они недоступны ценой. Один подсолнух 180 рублей для букета это очень много. Флорист Ольга Колпакова проводит ревизию перед первым сентября. В прошлом году эконом-букеты для первоклассников были по 300 рублей, в этом минимум 500. Из российских цветов на прилавке только подсолнухи до розы. Пробуем заказать с наших российских поставок, но конечно сложно. Не всегда есть большой ассортимент, чтобы мы выбрали. Поэтому 90% у нас остается в Голландии. Ну как, ни крутимся, ни вертимся. Из-за курса евро поставщики подняли цены на 10-20%. Владелец цветочного павильона Любовь Балдаева подсчитывает сокращение прибыли. И говорит, что еще больше ее заботит, как бы празднику цветы вообще не опоздали. С августа Россельхознадзор ужесточил правила фитосанитарного контроля голландских цветов. Теперь досматривают не выборочно какую-то часть партии, а досконально всю фуру. Машины на границе могут простаивать. Бывает так, что даже на 2-3-4 дня в цветочном бизнесе это уже очень много. 4 дня задержки цветов. Да. В Россельхознадзоре настаивают. Такие меры необходимы. Зараженных голландских партий все больше. В этом году уже 600. Их на границе сжигают, как хамон. 50% продукции голландского происхождения на сегодняшний день является зараженными. В 2008 году Голландия официально признала, что они не способны выполнять требования Российской Федерации. Но был выработан другой механизм. Свою продукцию они поставляют в страны-члены Евросоюза, такие как Словакия, Чехия, Латвия, Литва и ряд других стран, которые уже берут на себя ответственность, сертифицируют эту продукцию и поставляют на территории Российской Федерации. Но такой несколько обманный механизм... Россия потребовала у Восточной Европы больше не сертифицировать и не продавать голландские цветы. Страну не хотят пускать табачную белокрылку, белую ржавчину хризантем и западный калифорнийский цветочный трипс. Ну вот видите, вы можете у него увидеть крылья, за счет чего он быстро распространяется достаточно далеко. Западный трипс опасен тем, что переносит вирусы и выпивает все соки из цветущих растений, в том числе огурцов и помидоров. Это может повредить урожаю. В Россельхознадзоре оценивают, при широком распространении этого насекомого ущерб хозяйства может достигать до 300 миллионов долларов в год. Это очень дорого. Бывают доходы таких случаев, что приходится уничтожать целыми теплицами, потому что с ними просто не могут справиться. А что, сжигают? Сжигают. Агроном Екатерина Колесникова наглядно демонстрирует, как ищут трипса. Цветы трясут и просматривают то, что выпало под микроскопом. Если учесть, что в фуре в среднем полмиллиона растений, процесс явно не быстрый. В одном из образцов, наконец, находим трипса. Он уже носится по клапочку. Только он оказывается не запрещенным западным, а разрешенным отечественным трипсом, табачным. На самом деле он наносит тот же вред, что и западный. И вообще, трипсов в России много разных. Только они уже прижились, и потому, в отличие от западного трипса, не считаются карантинными. Это у нас Израиль. А вот эти замечательные доцветы у Камилы – это Голландия. Бакслаур – Голландия. Здесь Голландия, Голландия. На крупной базе цветов только плечами пожимают. Здесь сравнивают западный цветочный трипс с обычным колорадским жуком на картошке. Бизнесменам угроза трипса кажется менее ощутимой, чем возможные убытки от простой афур на границе. Из-за этого с августа уже некоторые элитные сорта голландских роз в опте взлетели с 40-60 рублей до 100 с лишним. Поставщики закладывают свои риски и издержки в цену. Все знают, что цветочный бизнес достаточно высокомаржинальный. Но, тем не менее, тут есть свои пределы, точки невозврата. Цветы – это не товар первого спроса, не товар первого потребления. И мы не можем просто взять и увеличить цены на цветы в рознице в четыре раза, как это делают наши закупщики, предположим. Но мы вынуждены свою маржу, соответственно, снижать, мы вынуждены снижать собственную прибыль. К 8 марта с рынка может уйти треть игроков, прогнозирует эксперт. Она обрисовывает, как повянет российский цветочный бизнес, если импорт с Голландии существенно ограничат. Мы просто получим вот такую розу подмосковную или кенийскую по цене вот этого голландского цветка. А если переходить только на прямые поставки из Колумбии и Эквадора, то кроме роз покупать будет почти что нечего. Представители цветочного бизнеса поясняют – Голландия обеспечивает основной ассортимент на наших прилавках. Так, летние ромашки, колокольчики и гортензии – это все Голландия. Весеннее разнообразие – нарциссы, тюльпаны, фрези, гиацинты также обеспечивают Нидерланды. А вот у России, как и у Кении, Эквадора специализация довольно узкая. Такие страны выращивают и поставляют почти одни только розы. Сейчас российские поставщики обеспечивают только 10-15% объема и одну 25-ю ассортимента. И они также подняли цены из-за импортного посадочного материала. Скажем, подмосковные розы стоили 26 рублей, а теперь 36. Эту хризантему мы вырастили к 1 сентября Дни Учителя, порядка 150 тысяч штук. Раньше мы практически не занимались выращиванием этой культуры, потому что это было невыгодно. Директор тепличного хозяйства Владимир Панин в цветочные перспективы России верит. Девальвация рубля пошла на пользу. Теперь отечественные растения более конкурентоспособны по цене. В России можно выращивать розы, хризантемы, гвоздики, некоторые сорта лилий и орхидей и, конечно, тюльпаны. Эти не голландские, а новозеландские. С 2012 года производство тюльпанов в этом хозяйстве увеличили с 1 миллиона до 10 и хотят нарастить объемы еще в два раза. С точки зрения рынка здесь есть большой потенциал роста, потому что 80-100 миллионов тюльпанов Россия потребляет каждый год. Из них, по моим оценкам, 30-40 миллионов тюльпанов мы сами производим. Но здесь есть проблема, связанная со стоимостью инвестиций, которую я говорил. Можно сделать 1 миллион тюльпанов, можно даже 2. Но чтобы перешагнуть за 3-4, нужна уже гидропоника, автоматизация. Затраты на обустройство одного гектара теплицы, где можно вырастить до 4 миллионов тюльпанов в сезон, составляют около 80 миллионов рублей. Оборудование для круглогодичного производства цветов – это дорого. Поэтому в целом цветочное импортозамещение в России – явление сезонное. И от Голландии никак не отказаться. Впрочем, и Россельхознадзор пока на этом не настаивает. Ведомство утверждает, в связи с новыми правилами контроля поставки голландских цветов не сократились настолько, чтобы повлиять на цены. Это, в общем-то, желание наживы под общей оглаской и гидой того, что, вы знаете, нас сегодня Голландия не поставляет. Поставляет в обычных объемах, поставляет. И здесь, конечно, необходимо подключаться ведомству ФАС, для того, чтобы просто контролировать эту ситуацию. В стране дефицита цветов к 1 сентября не ожидают. Но цены в среднем все равно вырастут еще на 15-20%. Бизнесмены боятся ужесточения ограничений и наверняка хотят заработать про запас.